здравствуйте вы на канале любимая дача иркутский район меня зовут оксана 23 августа погода у нас сменилась ночью шел дождь утром шел дождь и на улице прямо прохладно 13 градусов водонагреватель в бассейне мы отключили потому что знали что погода будет плохая но вода там все равно видимо теплая ведь и как он там запотел бассейн на улице сейчас все мокро лужи на дождик вроде бы прекращается даже сегодня надеваюсь потеплее уже футболочки не походишь кофточки и вот эти калошки покупала на вал борис очень они удобные хорошие кому надо пишите комментарии могу тоже ссылочку сбросить уже вторые беру такие прям хорошие не выворачиваются когда снимаешь на я взяла на размер больше чтобы не было слишком плотно чтобы можно было с носочком надеть такие внутренних и второй сезон они у меня пришла в теплицу здесь все просторненько помидоры спеют наливаются вот так светло теперь стало вот здесь с этой стороны только темновато но здесь солнца нет там дом соседский загораживает поэтому я листьев оставила побольше редиска взошла которую я села и горчица уже понемножку всходит вот многие говорят что они в августе перестают поливать томаты когда краснет я все равно поливаю но я поливаю уже не томаты а поливаю редиску между рядами поливаю вот эту зелень которая здесь у меня растет горчицу как сидираты поливаю потом и горчицу и вот эту мульчу я зарыхлю землю и некоторые томаты но на которых вот вот у меня например помидор да на нем осталось то всего два помидорчика вот они вырастут я понимаю что больше ничего нет и сразу убираю вот уже пустое место пока вот эти корни я не выдернула оставила я вообще их даже в зиму так оставляю всегда червячки едят еще всю осень а потом весной вот так просто дернешь и легко можно выкопать но в этом году я хочу удобрить землю я хочу сюда зарыхлить рыбную муку у меня очень много ее на вал борис большой пакет покупала весной в лунки добавляла и хочу понемножку но хотя бы вот на вот эти две грядки в следующем году на те две грядки в лунки я добавляю но хочу еще перерыхлить с мульчой и сделать так а в той теплице там где подогрев грунта там не получается потому что там до самого ноября будет у нас зелень расти малахитовая шкатулка такие огромные висят под крышей теплицы помидоры и мне нужно обязательно вырезать малину и обработать ее хочу чем-то потому что она у меня больная малина больная пурпуровой пятнистостью дидимела называется для тех кто не знает что такое сейчас я покажу видите на стволах появляются вот такие пятна фиолетовые вот они и потом кора растрескивается но я химией не пользуюсь и все равно ну как-то справляюсь то есть малина все равно есть сейчас она ведь и вот эти старые кусты уже вот такие страшные надо вырезать и биопрепаратами буду обрабатывать в этом году почему-то мне не нравятся помидоры ботянь они всегда очень были хороши очень вкусные вот в этом году у них у всех плечики и почему-то эти плечики не проходят когда они лежат и же помидоры становятся мягкими дозариваются плечики остаются напишите как у вас вы сажаете ботянь я вообще его сажаю всегда это крупноплодный сердцевильный очень раннеспелый томат вот в этом году что-то непонятное с ним происходит когда-то давно когда я только начала заниматься огородом там больше десяти лет назад еще телевизор мы тогда смотрели не youtube и были такие программы как вот дачный сайт подачная радость как сейчас помню марина рыкалина и этот виталий дикобрев вели я вот у них все училась делать они всегда говорили что вот эти кисти которые с которых вы собрали помидоры надо обрезать чтобы питание туда не уходило я так и делала потом это у меня так случилось что дочка сильно заболела я уже рассказывала и мне некогда было заниматься огородом не только обрезала пасынки это там и и очень удивилась что я с огромным урожаем было томатов при минимуме усилий и я тогда оставила все вот эти кисти вот такие замерзшие завязи из них начинают расти потом вот такие маленькие помидорки к осени теперь я их никогда не обрезаю смотрите были замерзшие вот сентябрю концу сентября они могут еще вырасти и вот у кого много помидор кому-то может быть это не надо а у кого-то маленький урожай их можно заморозить их можно повялить поэтому вот такие пипки я никогда не обрезаю оставляю и сейчас они начинают вот на каждом практически на каждом здесь крупные помидоры мы тоже собрали вот уже такие выросли вот они уже с ладошку нормальные то есть убираешь крупный смотрите вот этот потом крупные уберу вот этот маленький еще начнет расти то есть этот урожай будет идти идти и вообще я вот прихожу в удачный сад иногда как-то пришла передо мной стоит женщина и тоже набирает вот эти какие-то бактерии какие-то бутылках все чтобы поливать эту почву столько денег 2000 по моему что ли она передо мной заплатила там и думаю мне так хотелось ей сказать не надо это все бесполезно и без этого все вырастет ну посмотрите вот я за лето что сделал наверно один раз я опрыскала фитоспорином по листу своей томаты ну поливала много раз да я обязательно мультирую чтобы не болели обязательно не закрываю двери теплицы проветриваю минеральными удобрениями не пользуюсь никакими добавляла в лунки золу рыбную муку побитую яичную скорлупу и горсть перегноя и я считаю что с очень хорошим урожаем при минимуме минимуме каких-то трудозатрат землю я тоже не перекапываю никогда и здесь у меня сейчас еще будет все расти помидоров уже много собрали мы я уже навялила наморозила и еще их будет много до самого октября они будут здесь висеть поэтому не тратьте лишние деньги магазинах говорят что нужно все это возьмите это возьмите хлорелы вот эти всякие ничего не надо все и так растет по поводу дверей в теплицу сейчас на улице 15 градусов 13 было утром ночью наверно меньше огуречную теплицу перцы и курицы я закрываю на ночь помидорную все-таки нет потому что вот этот кладоспариоз в тепле будет распространяться настолько быстро вы не представляете как он попрет по всем листьям и от того что сейчас вот этим взрослым помидором прохладно ничего страшного это не рассада это взрослые томаты им ничего не будет даже если на улице будет 10 8 градусов ничего страшного до ближе к осени там я буду закрывать уже теплицу чтобы они плодоносили подольше у меня потому что теперь но помидоры черрики вот эти это растут пока не замерзнут до середины октября бывает обогреватели вот эти уже мы не включаем осенью здесь не получается включать потому что они высокие они не попадают под них ну и смысла нет уже зимой что-то греть теплицу к зиме ближе поэтому не бойтесь что сейчас холодно пусть лучше проветривается иначе кладоспариоз пойдет очень быстро по всем листьям а так когда прохладно когда все проветривается он немножко задержится вот так и вчера жестоко поступила с огурцами здесь у меня были прям такие заросли вот здесь они лежали все вот эти плети я все пообрезала новый огурец у меня вот здесь растет один там второй и вот тут третий и вот этого огурца какие-то интересные листья гармошкой вот они все время не знаю что это болезнь какая-то или что это такое с ними вот они как сморщенные такие и причем все ну что-то ему не хватает или кто-то его есть не знаю ничем не обрабатываю здесь вот так все подстригла чтобы все проветривалась этот огурчик это огурцы зена у меня они вот такие не очень длинные это зазуля видимо а вот это зена нет это не зазуля это green line зазуля у меня был я его выдернула это green line огурчик эти вкусные сладкие хорошие гладенькие без шипов ну так проредила и надеюсь еще огурцы будут они сейчас некрасиво вот так висят все потому что я их так распутывала перепутывала но пускай растут баклажан этот бедный один стоит у меня все видимо больше не вырастут они надо снимать не выбирать и перцы по обрезала макушке потому что уже все дело к осени к сентябрю вот так сейчас простор ненько тоже здесь в теплице и в этой теплице у нас есть подогрев грунта и что-то мы неудачно с ним сделали и либо он такой но покупали мы уже говорила у меня есть видео отдельно про подогрев грунта покупали моего в уральской усадьбе это греющая лента в инструкции написано что она нагревается от 15 до 20 градусов у меня грунт греется до 12 градусов мне в комментариях вот посоветовали выкопать этот концевик который показывает температуру и переложить его подальше от ленты но убрать его в сторону у нас он видимо лежит близко к ленте у меня здесь были посеяны салаты я пожертвовала этими салатами вчера мы здесь копали 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 концевик мы не нашли потому что видимо но я так понимаю у нас смотрите как было тут здесь песчано-гравийная смесь внизу и получается что на землю мы все вытащили а там дальше начались камни а камни но руками там не выскорбишь там надо прямо как следует лопатой долбить долбить побоялись побоялись испортить ленту просто побоялись ее ну перерезать вот так лопатой зацепить то есть руками так не получается получается мы неправильно просто закопали глубоко она не 40 сантиметров там инструкции написано что 40 сантиметров еще и завалили сверху вот этим какими-то там внизу были эти камни у нас всегда нас земля такая каменистая и сверху на ленту их навалили и в общем ну теперь ничего не сделаешь грунт греется плохо мой совет тем кто собирается укладывать греющую ленту кладите ее сантиметров на 30 от поверхности и у нас еще здесь земли много насыпано ну то есть я как вот мы вчера выкопали я посмотрел мне красота там сантиметров 50 еще и мы до ленты даже не дошли то есть она не прогревает сюда к поверхности и получается что на глубоко она закопана надо ее на меньшую глубину закапывать кто будет закапывать смотрите видео все я смотрела много видео ольги черновой как она делала вот она про это не говорила и они еще даже она сказала что вот этот концевик который они вот так при ну прям приложили к ленте чтобы слишком не перегревался грунт я его не приложила у нас лента лежит вот так а концевик вот так но он видимо попадает в этот радиус написано что в радиусе 20 сантиметров лента греет и концевик получается на туда еще и попадает его надо было бы сделать вот так в одну длину то есть вот так лента и вот туда концевик чтобы он в периметр обогрева ленты не попадал тогда он не будет раньше отключаться а так как вот этот температурный датчик лежит в теплом месте он отключается раньше электроэнергии мотается конечно меньше но грунт у меня 12 градусов ну и вообще вот у меня у подруги не такая греющая лента у них какой-то самонагревающийся кабель который нагревается до 60 градусов и представляете у них просто африка в теплице у нее перцы такие же сорта как у меня есть они с меня ростом баклажаны с меня ростом то есть все просто вот пышет на таком теплом грунте у меня так все ну слабенько но растет конечно тоже но небольшое такое не огромное и урожай конечно меньше поэтому если собираетесь укладывать греющую ленту я не могу порекомендовать вот это вот уральская усадьба все таки она очень слабенько на какие-то другие варианты смотреть посмотрю все равно сколько температура в теплице ну вот 15 градусов всего похолодало 15 градусов огурца надо быть в тепле двери надо закрывать про мой телеграм-канал хочу еще сказать в своем телеграм-канале я не выкладываю вот эти видео которые у меня на youtube и на дзен там немножко другой контент будет там какие-то коротенькие видео выкладываю какие-то фотографии какие-то посты пишу поэтому подписывайтесь может быть кому-то будет интересно то есть там в телеграме и youtube и дзен не повторяются нет вернее youtube и дзен там одно и то же то есть вот это видео например я выкладываю и на youtube и на дзен а в телеграм я такие видео длинные не выкладываю там все коротенькая фотографии обсуждения какие-то покупки какие-то еще там темы будут я хочу немножко отходить от огорода потому что три года уже мы говорим про огород ну конечно будут видео но еще какие-то другие темы обсуждать кому-то может быть это тоже будет интересно тем более зимой зимой огорода не будет ну а летом снова весной снова будем все сеять рассаду сажать и снова будем встречаться в огороде надеюсь поэтому подписывайтесь на мой канал на youtube кто может смотреть на ютюбе на дзен кому трудно на ютюбе смотреть кстати мне вот трудно я не люблю смотреть с телефона с випеном и пеном да можно включить но я люблю на телевизоре на телевизоре и пен включить я не могу я не знаю как это сделать если кто-то знает посоветуйте пожалуйста мелкая вот это все в телефоне смотреть не люблю а дзен с телевизора можно включить и смотреть прекрасно еще попробовала выкладывать на вк-видео но пока не получается то есть видео загружено но я его просмотреть найти не могу там как-то все сложно но буду стараться потом со временем и на вк-видео и на рутуб выкладывать и потом мы с вами посмотрим куда перейдут большинство моих подписчиков там и останемся наверно на той площадке а может с ютюбом все будет хорошо так тоже может быть но на телеграм переходите по ссылочке подписывайтесь там немножко другой контент будет всего хорошего до свидания